Музыка Господа, уважаемые трейдеры, начинаем наш еженедельный обзор рынков. Сегодня у нас уже 15 мая, понедельник, и все, что должно состояться на этой неделе, макроэкономические факторы, выступления членов банков центральных, всякого рода событий и новости, которые могут повлиять на движение валют и сырья, и акций, индексов. Мы все это обсудим вкратце, для того, чтобы вы понимали, что ждать на этой неделе, в какие дни, и что может вообще произойти. У нас понедельник начался с того, что китайские власти опубликовали промышленное производство в Китае, рост был слабее, чем рынки того ожидали, точнее он просто вернулся на свой уровень. Вот этот рост на 7,6%, в прошлый раз, вы можете на графике увидеть, он был таким неординарным, чрезмерным, и просто рынки вернулись туда, точнее рост производства вернулся туда, где он и был до этого долгое время. То есть уровень 6%, норма в течение года даже может быть больше. Собственно, я просматривал корреляцию с фондами, рынками, валютами и сырьем. Нет особой корреляции между промпроизводством в Китае, хотя, конечно же, страна, регион влияет сильно. Если вы помните, последний сильный обвал на рынках до Трампа, до того дня, когда на рынке поступила новость о победе Трампа, это было в начале 16-го года, в январе, в самом начале года. Так вот, этот обвал был связан именно опасениями по поводу китайской экономики. И предыдущий обвал тоже был связан 24 августа 2015 года, также был связан с опасением по поводу пузыря в Китае, экономики китайской. Так что этот регион, эта страна достаточно важную роль играет, но вот в данном случае промпроизводство не влияет на рынки, и такое сильное разочарование не повлияло на индексы, и S&P даже в моменте вырос немного. Сегодня у нас, я специально открыл весь календарь, чтобы вы видели все, что происходит, а не только главные новости. Выступления членов ЕЦБ, сразу двое, даже трое здесь есть еще, вот, в Ангелоне. Размещение облигаций Франции, вот такая отрицательная доходность, многие уже знают, в течение года-двух европейские страны размещаются вот с такой отрицательной доходностью. Что нас ждет еще в понедельник? Размещение также в США, доходность уже положительная, тикс так называемый, да, сальдо счета движения капитала, но все это не столь важно, я не думаю, что повлияет на рынки, хоть и значимость здесь установлена средняя, не стоит на это обращать внимание. Дальше, вторник, опять же, данные по Франции, инфляция, наверное, достаточно низкая для еврозоны, достаточно низкая вообще для всей Европы, 1,4 в годовом исчислении, но, опять же, это не столь важно. Я, кстати, смотрел данные по Франции, экономика достаточно сильная, вот, в связи с выборами нового президента, я решил обратить внимание на основные показатели, они все-таки лучше, чем во многих странах Европейского Союза. Если долг, конечно, соотносится к ВВП, цифры могли бы быть ниже, но не думаю, что это столь опасно в данном, в моменте для Франции. Итак, идем дальше. Что у нас? Инфляция по Британии. Вот это действительно важно. Хоть тут проставлены всего две желтые точки, но я бы сказал, инфляция достаточно важна. А, вот она, основная, все-таки важная новость, три точки. Для чего это нам нужно знать, для того, чтобы понимать, что будет делать Банк Англии? Следующее заседание, оно может закончиться не так, как закончилось последнее заседание. Голоса разделились 7 к 1, как и в прошлый раз. Стоит инфляции немного подрасти, как в Банке Англии, голоса тех, кто голосует за повышение ставки, будут уже, ну, не то чтобы преобладать, но я думаю, их будет больше, чем один член Комитета по монетарной политике. Так что инфляция номер один для тех, кто торгует фунтом. Вот на этой неделе, во вторник, обращайте внимание на все, что связано с Британией, на все, что связано с инфляцией, и отпускные цены, и отпускные цены производителей, закупочные цены. Всякого рода инфляция – это намеки, это подсказки того, что будет происходить в Банке Англии уже на следующем заседании. Но оно будет, конечно, не скоро, потому что совсем недавно состоялось на прошлой неделе заседание, но все же стоит уже сейчас готовиться. Рынки будут на этих данных отыгрывать будущие возможные изменения, и мне кажется, если инфляция будет ближе к трем, не 2,6, как ожидает сейчас рынок, а ближе к трем, то фунт очень сильно выстрелит вверх, и это будет вполне логично. Во вторник, в тот же день, у нас объем ВВП, темп роста ВВП, предварительные данные по еврозоне. Особых сюрпризов не должно быть, небольшое снижение ждет рынок на 1,7 с 1,8. Будет также индекс экономических настроений за этой W. Наверное, важно, но давно уже рынок не следит за этим. Евро в моменте может выстрелить вверх или вниз. Я не думаю, что на это стоит сейчас обращать внимание. Хотя, конечно же, ЕЦБ находится в такой сейчас точке, в таком сейчас моменте, в раздумье. Марио Драги действительно придется решать вопрос, дилемму, все-таки начать хотя бы намекать на повышение ставки или отложить это для более поздних времен и периодов. Дальше у нас решение на строительство в США. Не думаю, что это вообще важно, потому что рынок жилья, строительство сейчас никак не влияет ни на решение ФРС, я думаю, ни на вообще поведение всей экономики. Так что это можно опустить. Ну, редбук, как обычно, можно глянуть, что происходит. Векселя разместятся четырехнедельные. Вот 0,71 ставка, хоть положительная, в отличие от Европы. Использование производственных мощностей, ну, так как кризис последний и вообще последние годы экономика не испытывала проблем именно с этим вот сектором, разделом экономики, так назовем. Что это за индикатор? Вкратце, это то, насколько загружены, грубо говоря, станки производственной мощности. Цифра 76,3 ожидаемо означает, что рынки ждут, что загруженность мощностей будет больше. То есть экономика развивается быстрее и, грубо говоря, из 100 станков 76 будут работать на всю мощность. Ну, в общем-то, показывает то, насколько экономика действительно загружена, насколько велик спрос. Если он отстает от производства, от предложения, то эти цифры будут падать. То есть среда у нас, быстренько глянем, что интересно, безработица по Британии, я не думаю, что сейчас актуально и важно, можно пропустить. Инфляция по еврозоне вот уже становится важным, как я говорил, Марио Драги будет следить за этими цифрами. Ну и, конечно же, запасы бензина. И Айэй, это вот от института запас сырой нефти для тех, кто торгует нефтью, обязательно в последний раз было сильное снижение 5 миллионов баррелей. В общем-то, рынки не ждали такого сильного снижения в последние месяцы, я бы сказал, не то что недели, месяцы. Запасы только растут, ну, или снижаются на небольшой уровень, так что снижение на 5 миллионов было ощутимым. Возможно, это влияние последнего решения, ноябрьского решения ОПЕК. Мы только сейчас начинаем это чувствовать. Запасы снижаются. Безработица во Франции тоже не столь важна. Кстати, она достаточно высокая, в отличие от нескольких стран, особенно среди молодежи, там 22% безработицы. Но она в южных странах исторически была высокая, особенно в последние годы. Включая Испанию, включая Португалию, Италию. По фунту ничего интересного. Снова размещение облигаций. И в Испании даже бонус. Трехлетние с отрицательной ставкой размещались в прошлый раз. Что еще, можно сказать, выступает опять член ЕЦБ. Еще один член ЕЦБ. Возможно, они дадут какую-то ясность, внесут решение ЕЦБ в следующее. Драги будет выступать уже в четверг. Можно все это пропустить. Ну и, наконец, пятница. Инфляционные данные по PPI, цены производителей в Германии. Член ЕЦБ выступает сразу двое опять. И доверие потребителей. Ну и все. Ну и, конечно же, в пятницу, те, кто торгует нефтью, следим за количеством буровых. Единственное, учтите, 712 это общая цифра. И газ, и нефть. Чтобы смотреть по отдельности, нужно открыть сайт Baker & Hughes и посмотреть отдельно на сайте. Ну, в целом, неделя интересна для тех, кто торгует фунтом, нефтью. Вы знаете, скоро будет заседание ОПЕК. И вот только что, когда я готовил ночью, точнее, утром в понедельник в 6 утра, готовил этот обзор, нефть выстрелила фактически на чуть меньше, чем на доллар, выстрелила вверх. У нас уже нет времени говорить, с чем это связано. Регистрируйтесь на вебинар. Завтра, во вторник, будет вебинар, посвященный текущей ситуации на рынке. И мы там обсудим все, что происходит на рынках. У меня все. Всем удачной недели, удачи на рынке и хороших вам трейдов и профитов.